Здравствуйте, меня зовут Алексей Архипенко. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте Composer Tools, который позволяет озвучивать и анализировать музыку. Проект был разработан мной совместно с Алексеем Щеглевым, российским композитором и профессором, проживающим в Канаде. В этом видео речь пойдет конкретно об анализе музыки. Когда студент выполняет домашнее задание по музыке, ему бы очень помогло, если бы он мог сразу узнать, какие ошибки он совершил, вместо того, чтобы ждать неделю, пока он встретится с преподавателем. Через неделю студент уже забудет, почему он написал такое упражнение. А у некоторых вообще нет доступа к преподавателю. В этих случаях приходит на помощь сайт Composer Tools. На этот сайт студент может загрузить MIDI-файл, экспортировав его из своего нотного редактора, и за считанные секунды ему будут показаны основные допущенные ошибки. В настоящее время поддерживается только анализ двуголосного контрапункта в пяти основных разрядах. Размеры отличные от четырех четвертей пока не поддерживаются, три вторые, три четверти, шесть четвертых. Контрапункт без канцуса пока также не поддерживается, но мы работаем над этим. Кроме, собственно, гармонического анализа и поиска ошибок, студент также получает предложение по исправлению ошибок, которые у него были найдены. Также озвучивание упражнения профессиональными инструментами, например, вокалом. И, конечно, отслеживание прогресса обучения. То есть все файлы, которые он загружает, доступны и видно, какие ошибки он совершил раньше. Давайте посмотрим, как это работает. Вот здесь на слайде показано упражнение, которое экспортируется в MIDI-файл, загружается в Composer Tools и Composer Tools вводит вот такой анализ, показывая цветами различные ошибки. Чем более красный цвет, тем эта ошибка более серьезная, ну, а желтый цвет, собственно, показывает ошибки, которые могут быть под вопросом и требуют иногда обсуждения с преподавателем. По крайней мере, они не настолько критичны обычно. По номеру ошибки студент может найти описание этой ошибки, которая выводится рядом с партитурой. И также по многим ошибкам также в самой партитуре выводится дополнительная информация. Например, это выделенные ноты, здесь хроматический оборот, здесь проблемные интервалы, здесь проблемной гармонии, здесь проблемы со скачком и так далее. Видно, что в данном контрапункте довольно много ошибок. И нести такой контрапункт преподавателю на самом деле не имеет смысла. Лучше его исправить. И вот, если студент посмотрел и написал другой вариант, где ошибок уже меньше, то такой вариант уже имеет смысл внести преподавателю. Собственно говоря, об этом преподаватель может и сказать студенту. Таким образом, если преподаватель рекомендует использование студентам такого инструмента, то он тратит меньше времени на исправление элементарных ошибок. И больше времени может обсуждать, собственно, изучаемые правила и более сложные проблемные ситуации. А также такой подход позволяет разработать общую педагогическую методологию и использовать ее уже в коллективе преподавателей. Для студентов такой подход дает интерактивное обучение. То есть неограниченный доступ к виртуальному помощнику всегда и везде. То есть фактически из дома буквально за считанные секунды студент может получить консультацию по тому упражнению, которое он написал. Ну и, конечно, это доступ к обучению за рамками времени вуза. Кроме того, не нужно забывать о том, что Composer Tools позволяет озвучивать произведения с помощью профессиональных инструментов. И это как дает преимущество для студентов то, что они могут сразу услышать, как звучат, допустим, конкретные интервалы, конкретные гармонии, конкретные переходы и мелодии. Так и, собственно, озвучить собственное произведение без необходимости изучать и работать в этих достаточно сложных цифровых рабочих станциях и профессиональных виртуальных инструментах. Давайте посмотрим, как конкретно пользоваться Composer Tools на примере вот этого примера контрапункта.